Божественное свете А еще Бог есть любовь И вот действительно, что нас в жизни-то больше всего радует? Это любовь, а любовь, она всегда проявляется в каком-то свете Вот даже если брать такой элементарный человеческий аспект Когда двое молодых людей, парень, девушка, полюбили друг друга То они буквально сияют И любимый человек, он в твоих глазах вот как будто светится, да? То есть этот человек, он выделяется из среды всех других обычных людей А вот кого-то полюбил, он как будто сияет каким-то неизреченным светом Но и любящий человек, тот, кто любит Он тоже, когда любовь в его сердце Он тоже весь сияет каким-то удивительным светом И даже иногда бывает так, что вот кто-то увидит Как вот такая, скажем, влюбленная девушка на кого-то смотрит И говорят, посмотрите, как она вся сияет Потому что эта любовь действительно озаряет ее сердце И даже проявляется вовне Но это такой вот человеческий аспект И наша человеческая любовь, несомненно, является образом любви Божией А любовь Божия — это и есть неизреченный свет Который, когда приходит в жизнь людей Он озаряет тебя неизреченной радостью Он наполняет глубины твоей души удивительным смыслом Так что все в твоей жизни уже преображается И вот святитель Григорий Палама На самом деле у него вся семья прославлена в лике святых Прославлены его родители И его отец Константин, он был царедворцем Он был приближен к византийскому императору Жил он в конце XIII века И даже вот настолько он углублялся в молитву Отец его, Константин Что бывало, внутренне произнося молитву Иисусову Он забывал услышать, что говорит император И потом вынужден был переспрашивать Но император на него не обижался И говорил, что вот у Константина есть более важное дело Которому он себя посвящает Это была не какая-то такая вот злая ирония На самом деле все знали, что Константин Внутренне молится Господу И у него вырос вот такой прекрасный сын А повторяю, вся семья эта оказалась прославлена в лике святых И мамы святителя Григория Паламы прославлена И его трое братьев и трое сестер Все они в лике святых То есть вот такая святая семья И святитель Григорий Палама Он такой, наверное, уникальный святой Во-первых, он получил одно из лучших образований За всю историю христианской учености Он воспитывался при дворе императора Он знал прекрасную философию Но в возрасте 20 лет он вдруг понимает Что вся эта внешняя премудрость Ничего тебе не дает Потому что вот сердце ищет чего-то большего Вот вроде бы есть И дворец тут же царский Открывается тебе какая-то перспектива дальнейшей жизни Ты можешь занять любой пост И у тебя образование Но сердце при этом голодает Потому что не хватает Бога Он становится монахом Уезжает на Афон И вот жизнь его складывалась удивительно Сам он всегда стремился К какой-то уединенной жизни Но иногда его ставили на какие-то Такие, может быть, необычные Покажется нам послушания Допустим, три года он исполнял Обязанности регента То есть руководил церковным хором на Афоне И это значит, что у него был слух Раз он разбирался в церковном пении То есть был он весьма талантлив Однако по промыслу Божию Когда начались вот исламские завоевания То вынужден он был уехать с Афона Потом, правда, опять возвращался И какое-то время был он игуменом Самого строгого монастыря Эсфигмен Какое-то время жизни он проводил Уединенно в пещере Всецело заключая себя в умную молитву Молитву Иисусову Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешного А потом начинаются споры Богословские Мы не будем излагать подробно Особенности этих споров Но скажем то, что именно Святитель Григорий Палама Он смог изложить православное учение О благодати Божией И он свидетельствовал вот о том Божественном свете Который созерцают афонские подвижники Да и все фактически святые Сподобившиеся особого Божьего Вот такого откровения Они созерцали этот божественный свет Вот давайте вспомним Из Ветхого Завета Уже пророк Моисей А ведь пророк Моисей Именуется боговицем То есть боговидец Непосредственно созерцал Бога Но сущность Божия Она непознаваема И Господь именно благодать свою Открывал пророку Моисею И в Ветхом Завете мы читаем о том Что когда Моисей спускался с горы То от него исходил свет Вот как солнечные лучи Так что люди, находившиеся рядом Они даже не выдерживали Они как-то пытались закрыть свои глаза рукой Потому что этот свет их ослеплял И Моисей вынужден был покрывать свою главу покрывалом Из-за того, что люди не выносили вот этого сияния Но это было не его личное сияние Не какие-то там биополя, энергии А это именно Божия благодать Потому что он и находился в общении с Господом И это подается не ради какой-то твоей учености Не потому что ты прочитал там много каких-то богословских книг А ради чистоты твоего сердца Вот тоже вспомним Это тоже еще Ветхий Завет Когда праотец Иаков, помните, он Спасаясь от Исавы Он идет в Месопотамию И потом вот он видит Ему дается вот это удивительное видение Лествицы, да? Как лествица от земли до неба простирается А наверху сам Господь И ангелы Божии по этой лестнице восходят и нисходят Но праотец Иаков, он-то ведь не был богословом И он произносит такие вот Даже такие наивно-детские слова Он говорит Надо же, на этом месте сам Господь А я и не знал, да? То есть я даже не предполагал, что Здесь вот может явиться мне Господь Но Господь-то Он везде И везде Он может явить свою благодать Лишь бы твое сердце было открыто для стяжания этой благодати А вот если мы берем уже Новозаветные времена То, конечно, самый такой вот центральный Вот ключевой момент явления этой благодати Это преображение Господа нашего Иисуса Христа Когда Спаситель на горе Фавор Он просиял перед учениками И при этом был слышен голос Бога Отца Сеясь, Сын мой возлюбленный В котором мое благоволение И явилось светлое облако Которое осенило учеников Христовых Петра, Иоанна, Иакова И вот в Евангелиях Там как это описывается Что буквально вот от самого Спасителя Исходил неизреченный свет И одежды его стали белые Вот как снег То есть такая идеальная белизна Частота, сияние И при этом настолько на душе было хорошо Что апостол Петр воскликнул Вот, Господи, хорошо нам здесь быть Вот давай мы сделаем здесь вот кущи То есть палатки Чтобы навсегда остаться вместе с тобой Вот настолько нам здесь хорошо И всегда, когда люди приобщаются Божьей благодати Им именно хорошо Потому что Божья благодать Это и есть вот то сокровенное благо Которого... О котором люди тоскуют Но на земле обрести Ни в чем земном не могут А обретают его только через чистое сердце Когда именно вот соприкасаются с Господом И вот этот вот нетварный божественный свет Святитель Григорий Палама Он как раз и утверждал Что это именно несотворенный божественный свет Это не какая-то иллюминация Допустим, как вот уличные какие-то фонари Которые посветили, потом погасли Это не так, что Господь вот временно Создал какое-то такое искусственное сияние Какие-то там фейерверки и все Тогда в этом никакого смысла-то и нет Как некая игра получается А суть в том, что это божественный свет Это само живое присутствие Господа Когда Господь являет тебе себя А себя он являет именно как неизреченный свет И потому преподобный Сергий Радонежский Созерцал этот свет Неоднократно это в его житии тоже проходит Когда он видит, допустим, множество птиц Вот как ему дается откровение о его учениках Что и в обители, и рядом с обителю Свято-Троицкой Сергиевой будет множество последователей Преподобного Сергия И он при этом созерцает вот этот божественный свет И Божья Матерь ему является тоже в неизреченном свете И преподобный Серафим Саровский Давайте мы припомним здесь беседу с Матавиловым И Матавилов даже описал, когда преподобный Серафим Просиял вот этим неизреченным светом И Матавилов говорит, что вот представьте Лицо человека Как бы вот в центре солнца В его полуденной яркости Вот этих блистательных полуденных лучей солнца Что как будто солнечный свет исходит прямо от лица человека Который вот напротив вас с вами беседует И при этом ты чувствуешь сердечное тепло И тебе не голодно, не жажды А вообще было зимнее время И мороза тоже не чувствовалось То есть Божья благодать Она восполняет все человеческие нужды Вот когда люди были в раю И Адам и Ева Они тоже были причастны божественному свету Собственно свет и был одеянием для первозданных людей Поэтому никакой ноготы у них не было Вот это вот такая Ну не побоюсь этого слова Зверообразная ногота По подобию диких животных Она уже появляется после грехопадения Когда люди совлеклись Светоносных божественных рис Когда они утратили вот этот божественный свет А в раю этот свет наполнял их души И они чувствовали неизреченную радость Блаженство И каждый святой Достигший вот этого уровня Уровня созерцания Господа Он сподобляется именно Зреть вот этот божественный свет И поэтому В общем-то Вся суть христианства Она к чему сводится? Она сводится к обожению Вот как говорят Святые отцы С самой древности Что вот Господь Он стал человеком Вот Бог стал человеком Для чего? Для того, чтобы люди обожились То есть Господь Как неизреченный свет Он заключил себя В человеческое естество Как бы вот свет Облаченный в телесную природу И поэтому и людям Особенно тем Кто внимательно Покаяненно Искренне Причащается Святых тайн христовых И людям открывается Вот это вот неизреченное блаженство Я вот тут даже Расскажу немножко Из своей личной жизни Вот когда учился я В московской духовной семинарии В академии Это 90-е годы То рядом с Лаврой Жила такая престарелая монахиня Матушка Нина Она прожила Около 85 лет И конечно вот Когда человек старый То уже много болезней У нее ноги плохо ходили Там вот прям ранами были ноги покрыты И где-то бывало там Ну какие-то вот ропот Переживания Где-то вот И раздражение могло появляться И мы приводили к ней На дом батюшку Чтобы он Исповедовал И причащал И всегда Ну вот несколько раз Когда я был при этом Присутствовал Я замечал такую удивительную перемену Вот До исповеди и причащения Это такой пожилой Утомленный человек У которого где-то досада на что-то Да Там ропот Где-то обиды может быть Немножко вот раздражение какое-то Но как только после исповеди Она причащалась Святых Тайн Прямо на дому здесь То вот я сам это видел Как будто вот из ее глаз Уже сиял какой-то вот свет Очень-очень чистый Такое вот как Чистое небо И при этом ее душа Она совершенно умиротворялась Успокаивала И она сама уже начинала поддерживать Вот тех, кто находился рядом с ней Потому что это вот не личный свет человека Это свет благодати Божией Который подается нам Через Таинство Церкви Христовой И в общем-то каждый христианин Он, ну, дается время от времени От Господа Почувствовать этот Почувствовать вот этот неизреченный свет Либо на заре вот нашего призвания Когда мы только-только пришли в храм Вот я вспоминаю Когда принимал крещение То действительно Как будто вот Кто-то вынул из души всю грязь Выбросил наружу И внутри засиял свет Какая-то вот чистота Легкость и радость И четкое такое видение И ощущение Что присутствие Божие Что Господь рядом И это дается Время от времени Каждому христианину почувствовать Но не часто Может быть потому Чтобы мы не возгордились А может быть есть Какие-то другие причины Может быть мы Слишком погрязаем В своих каких-то вот земных делах И поэтому уже Утрачиваем это созерцание А по большому счету И вот как раз Эта неделя Великого поста Воскресный день Святителя Григория Паламы Он и напоминает нам о том Что Великим постом Мы и должны Все силы Обратить свои На стяжание Божьей благодати То есть Очищать свое сердце Это то же самое Вот понимаете Как допустим Дом У которого Окна Покрыты пылью Грязью И уже Свет не проходит Так чисто Внутри дома А у некоторых Окошки Они вообще Затворены Ставнями Да А у некоторых Еще и наглухо забиты И понятно Что Внутри такого дома Там сплошной мрак И в этих сумерках Ничего радостного нет Вот так вот бывает Что Человек Он погружается В какую-то Печаль Тоску А из-за чего Да из-за того Что затворился Внутри самого себя И не очищает Свое сердце А Великим постом Как раз и время Нам пробудиться То есть Открыть двери Нашей души Очищать Наше сердце Чтобы Уже через чистое сердце Божья благодать Проходила Внутри в нас Вот как Еще об этом И говорят Святые отцы Что человек Это ведь Образ Божий Да А раз образ Образ чей Божий Значит и должен Отражать в себе Что-то Божие Но человек Это вот такой образ Знаете Вот он как Зеркало Вот если зеркало Мы повернем К солнцу То в этом зеркале И будет отражаться Солнце А если мы зеркало Перевернем И обратим К земле То в таком зеркале Будет отражаться Только грязь И вот Что мы в себе Запечатлеваем Если мы В своих мыслях В своих чувствах Постоянно прокручиваем Какие-то Греховные пожелания Да Какие-то Ну думаем о том Что приобрести Купить Да Или какие-то Даже идут Такие вот Блудные мысли Откровенно Греховные пожелания Обращая внимание На противоположный пол И тут же Какие-то Похотливые возникают Тяготения Если мы Погружаемся В какие-то Совершенно греховные Впечатления Интернет нам их Предлагает То ясно Что это вот Все и отражается В нас самих Если у нас В мыслях грязь То и мы Сами есть грязь А когда мы Очищаем свое сердце Да И обращаемся К Господу То вот Двери нашей души Они и открываются Навстречу Вот этому Неизреченному Свету То есть По большому Это счету В церкви Все есть Для того Чтобы мы Стали обителью Этого Благодатного Сияния То есть Таинство Исповеди Самое главное Не ври Не обманывай Искренне Исповедуйся А самое главное Постарайся Решительно Вот Пресекать Вот эти Греховные Прилоги Которые приходят Тебе И от сердца Молиться Господу И молиться В том числе Иисусовой молитвой Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного И тогда Свет Благодати Божией Просияет В нас И он Озаряет Не только Душу Но и тело То есть В чем смысл То как раз Вот мы пока живем Ведь мы же Грешим Или добро Делаем Именно в теле Поэтому С телом И будем Либо оправданы Либо осуждены И Божия благодать Она Преображает Не только душу Но и тело Человеческое Поэтому И святые мощи У преподобных Отцов Они чудотворны И Последнее Наверное Вот я приведу Такой Пример Который касается Именно Вот нашей Недели Святителя Григория Паламы И Неизреченного Света Это Случай Из жизни Преподобного Паисия Святогорца Который Фактически Ведь наш Современник Дожил до 90-х годов И Вот есть В Греции Такой Духовный Писатель Афанасий Роковалис Который Часто ездил К старцу Паисию Общался С ним И Иногда Он его Возил В Грецию Потому что Нужно было Старца Привозить Еще В женский Монастырь Который Он основал И там Он кстати И погребен Старец Паисий Святогорец И Вот Однажды Во время Этого Пути Афанасий Вез его На автомобиле То Афанасий Спрашивает Отче Скажи мне А Бог Он Какой Вот задает Такой Догматический Богословский Вопрос И Потом Вспоминает Что Старец Вместо того Чтобы Дать Какой-то Мне Ответ Погрузился В молитву И молился Он Не более Одной минуты Но Вдруг Со мной Произошли Произошла Удивительная Перемена Что Я Реально Впервые В жизни Почувствовал Живое Божие Присутствие Я Созерцал Бога И В каждом В каждом Дереве Который Вот Видел За окном Автомобиле В воздухе В каждой Травинке Я Мы ехали В машине И я Не утрачивал Контроля Над управлением Но при этом Господь Присутствовал И вне Он и присутствовал И в самом Автомобиле И рядом И при этом Чувствовалось Что В мире Все находится В руках Божественного Промысла То есть Несмотря на то Что нам кажется Что все В какой-то Стихии Да Какие-то Случайные Происходят Происшествия Там Несчастный Случай Оказывается Что Все равно Все в Божьих Руках Несмотря на Хаос Наших Человеческих Страстей Вот Господь Он тут же Присутствует Рядом Вот этот Неизреченный Божественный Свет А Почему мы Несчастны Потому что Мы закрыты От него Потому что Мы сами Закрываемся В каких-то Своих мыслях Ропота Негодования Злобы Если ты Погрузился В злобу То как же Ты можешь Воспринять Дух Высшего Добра Высшего блага Дух любви Который Божий Дух И вот Вот этот Случай Афанасий Он описывает В своих Воспоминаниях О старце Паисии О том Что Именно Вот По одной Молитве Ему было Дано Почувствовать Божие Присутствие И прозреть И прозреть Вот этот Тоже Неизреченный Божественный Свет И в общем-то Это и есть То, что Люди Называют Счастьем Но На земле Такого Счастья Не могут Найти Потому что Ищут Не там Ищут Не теми Способами Ну А Евангелие Нам Открывает Конечно же Вот этот Способ Он Излагается В простых Словах Заповеди Блаженств Блажены Чистые Сердцем Ибо Они Бога Узрят И вот Дай Господь Всем Нам Стараться Все-таки Делать Хотя бы Небольшие Такие Шажочки На пути К очищению Своего Сердца Стараться Искренне Пред Господом Каяться В тех Темных Своих Делах И даже Мыслях Которые Вторгаются В нашу Душу И когда Все это Будет Устраняться То и Божий Свет Он Тоже Озарит Наши Сердца Вот Дай Господь Нам Всем Стяжать Этот Свет Храни Всех Господь Дорогие Братья И Сестры Дорога 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 Продолжение следует...